В одной из самарских школ прямо во время урока прозвучало тревожное оповещение. Дети и учителя знают, это сигнал чрезвычайной ситуации террористического характера. Необходимо строго соблюдать четкий алгоритм действий. В 49-й самарской школе прошли антитеррористические учения. Мы знаем, как правильно готовиться, если нападут террористы на школу. Все ситуации мы знаем, как надо правильно делать. Первое, нужно не паниковать. Второе, нужно заблокировать вход. Нужно выключить все мобильные телефоны и найти себе укрытие подальше от окон и дверей. Без практики теория быстро забывается, поэтому учения проходят в школе регулярно. Важно довести действия до автоматизма, чтобы в экстренной ситуации не растеряться. Мероприятие по антитеррористической защищенности прошло в рамках реализации муниципальной программы профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара на 2021-2026 годы. Такая работа повышает уровень информированности школьников о последствиях терроризма и экстремизма, позволяет усилить информационно-пропагандистскую работу среди учащихся и обеспечить профилактику этих противоправных действий. Есть алгоритмы теоретические, есть алгоритмы практические. Конечно же, учебно-методический комплекс нам в этом помогает. Это обучающие и развивающие фильмы, методические материалы. Все участники образовательного процесса могут вместе со своим учителем эту ситуацию отработать, отыграть, находясь в своем учебном кабинете. Правильность выполнения действий в ходе учебных тренировок на контроле. Я, как заместитель по безопасности, периодически посещаю те или иные кабинеты, проверяю, как это выполняют ученики и классные руководители. Во-первых, это должно быть ограничено во времени. То есть мы должны оперативно закрыть дверь, оперативно спрятаться и сидеть в тишине и выполнять все указания, которые далее прозвучат от администрации школы по громкой связи. В рамках учений в школе прошел военно-спортивный квест «Дети против терроризма». В игровой форме ученики старших классов отработали навыки оказания первой медицинской помощи, сборки автоматического оружия, преодоление полосы препятствий и надевание костюма химзащиты на время. Ученик 10 класса Андрей Кнутов, чтобы уложиться в нормативное время, тренировался около двух лет. Рассказывает, здесь важна ловкость и последовательность действий. Сначала нужно надеть чулки, потом противогаз, чтобы дыхательные пути были закрыты от радиации. Дальше называется плащ, полностью засегиваются все куговицы и потом в конце надеваются перчатки. Нужно тренироваться, чтобы делать это быстро и как можно быстрее. Этот навык, я думаю, пригодится в жизни. Например, когда мальчики уходят служить, он может пригодиться, например, в армии. По словам инспектора по делам несовершеннолетних, дети серьезно подходят к выполнению правил безопасности и готовы помочь тем, кто растерялся. Я как инспектор по делам несовершеннолетних ежемесячно проверяю, прихожу в школу, провожу с детьми лекции, беседы, направленные на недопущение совершения правонарушений, а также притчи в случайных ситуациях, чтобы дети всегда оставались в спокойном состоянии, не подавались панике, слушали своих учителей, администрацию школы и действовали при их советах, что необходимо сделать, потому что регулярно в школах проводятся в каждых классах тренировочные тревоги. Учение по антитеррористической защищенности – обязательная составляющая вне классной работы во всех школах города. Готовность к экстренным ситуациям учебных заведений находится на контроле уполномоченных органов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова